Тегеран Обвал фондовых рынков Китая и девальвация юаня сильно ударили по целой армии китайских пенсионеров-инвесторов. Они несут убытки. В отличие от западных стран, где в качестве инвесторов доминируют страховые и пенсионные фонды, в Китае 80% транзакций на рынках совершают мелкие игроки. Многие из них – пенсионеры, такие как Хэ Мэйджэнь. Ей 76 лет, и она начала заниматься торгами на бирже 18 лет назад. Почти каждый день Мэйджэнь проводит у экрана компьютера в здании центра торговли акциями в Шанхае. Вокруг такие же инвесторы-пенсионеры. Работа чередуется с зарядкой, чтобы не засиживаться на месте. Едят там же, у мониторов. Хэ говорит, раньше пользовалась советами тех, кто лучше разбирается в торговле ценными бумагами. Но теперь ситуация не зависит только от опыта. «Наши акции не идут вверх. Они только высасывают из нас деньги. И каждый раз их цена опускается еще ниже. Она не поднимается. Я не знаю, как это все работает. Сейчас уже сложно выйти из игры. Я в замешательстве. Когда стоимость высокая, я не продаю акции. Когда она низкая, как я могу их продать? Сейчас я просто их удерживаю». Женщина снова начала брать у детей деньги, которые они выделяли ей на повседневные расходы. Их она тоже инвестирует в рынок, но не знает, получит ли какую-то прибыль. Тот факт, что на китайском рынке доминируют такие инвесторы, добавляет нестабильности. Эксперты говорят, слухи о колебании стоимости акций могут заставить инвесторов поддаться стадному инстинкту. Особенно учитывая, что эти люди больше переживают за собственные сбережения и не видят общей картины. За последний год Хэ потеряла 40% своих инвестиций. Теперь она говорит, хочет прекратить торговлю акциями. «Не хочу этим заниматься. Даже если ситуация на бирже улучшится, это будет кратковременным улучшением. Я не хочу делать долгосрочные инвестиции и просто терять свои деньги. Это пугает меня до полусмерти». Уверенность китайских инвесторов продолжает слабеть, и любые колебания могут привести к массовому выводу капитала с рынка. В марте американская компания Tesla Motors официально представит свой новый электромобиль Model 3 и другие новинки. Об этом авто пока известно крайне мало. Предполагается, что это будет относительно доступный седан, и его стоимость составит 35 тысяч долларов. Запас хода – около 320 километров. Об электромобиле Model Y известно еще меньше. Вероятно, это будет маленький кроссовер на платформе Model 3. Австралийские ученые стали свидетелями редкого извержения вулкана. Это случилось на одном из самых отдаленных участков суши на Земле. Он в южной части Индийского океана. Обычное извержение этой горы фиксируют только при помощи спутников. Вживую увидеть это явление удавалось немногим. Вчера, когда облако немного рассеялось, мы увидели, что извергается вулкан. Мы увидели пар, выходящий из кратера, а также лаву, которая спускается по склонам Биг Бена. Это очень захватывающе, ведь в эту часть мира суда приходят очень редко. На самом деле, последняя геологическая экспедиция на остров Херт прибывала в 1987 году, около 30 лет назад. Ученые пытаются зафиксировать и сфотографировать все детали процесса. Мы увидели, что лава сначала стекает по льду на вершине горы, а потом на определенном участке затягает под лед. То есть, между льдом и лавой с одной стороны Биг Бена происходит тесное взаимодействие. Согласно полученным со спутника данным, вулкан Биг Бен с 2000 года извергался по меньшей мере три раза. Люди приезжают сюда очень редко, а если приезжают, то обычно им не удается увидеть извержение. То есть, мы полагаемся на другие данные. Это на самом деле удивительно – прибыть сюда и увидеть, как извергается вулкан. Небольшой необитаемый архипелаг, который включает остров Херт – это внешняя территория Австралии. Он находится почти в 4000 километрах от крайней юго-западной точки Зеленого континента. До Антарктиды от архипелага – 1630 километров. Сам остров Херт – это вершина подводного вулкана.